Добрый день, дорогие друзья! С вами Серафима Морозова. Я представляю наш канал Здоровы с нами. И вот у нас опять на канале Ира. И вот сейчас мы будем обсуждать опять историю Ирины. Посмотрим на её ноги, увидим её результаты. Напомню, что Ирина пришла к нам 17 декабря 2020 года, была на голоде 42 дня, выходила из голода. Это у неё было 30 дней, даже 32, по-моему. И вот она с воскресенья началась подготовка, и в понедельник, 1 марта, она опять зашла на голод. И сегодня на голоде она третий день, то есть первый день, что мы делали? В воскресенье была подготовка, она выпила касторовое масло, лёгкий был завтрак, касторовое масло. В понедельник у неё был дюбаж печени, и она пила воду. Вчера целый день пила воду, делала упражнения. Я вот сюда вставлю в видео эти упражнения, чем она занималась. Сегодня у неё третий день, мы её готовим к сухому. Ну, завтра она у нас заходит на сухой голод 3 дня. И вот пусть нам Ирина расскажет свои впечатления, что она испытывала вот на питании целый месяц, на котором она была после голода. Питания очень много. После голода очень тяжело есть такое количество. Я просто не ожидала, что я, когда вот, когда я не худела, ничего не делала, будем говорить, что год назад я не могла есть такое количество. Я даже не думала, что это количество можно съесть. Что здоровые люди едят столько, столько еды. Ну, я дома ела такое количество, ну вот. А сейчас получается, что ешь по чуть-чуть, ешь дробное питание, ешь здоровое питание, и оно в тебя не лезет. То есть я... Ну, ты можешь рассказать свой один день, вот что ты ела, например, целый день, вот начиная с утра? Значит, утром я ела, если в 6 часов, например. Льняная каша. Ну, что такое льняная каша в твоем понятии, в твоем случае? Это что? В моем случае это молотый лен на кофемолке, 2 столовые ложки, и залиты кипятком. Но кипятком где-то было пол чашки, где-то вот, ну, пол, ну, грамм 125-130 грамм. Потому что больше это, это потом набухает, стоит, потому что это все кипятком заливается. Это остывает по чуть-чуть, и через полчаса это можно есть. Вот это съедается, и все, это насыщаешься. Это у тебя была первая порция твоей еда. Первая порция, да. Потом в 9 часов был завтрак, это зелень. Это разные зелени, это укроп, петрушка, там был щавель, ревень. Шпинат у нас был из сельдереи. Из сельдереи, да. Щавелья не было, да, шпинат был. Он был вообще зеленый, я путаю их все время. Но опять это все легкое, это все объемное. Можно есть так вот, можно нарезать это все. Плюс обязательно специи. Мы посыпались это все специями. Никакой соли, да? Без соли вообще. Но специи, они вкусные, они ароматные. Это запах идет. То есть специя это молотый кориандр, душистый перец, гвоздика и тмин. Но это настолько все вкусно, что опять этим наедаешься. Потом можно, например, полить это все маслом. Маслом каким? Опять же, не простым вот этим вот нашим советским, которым всю жизнь привыкли к подсолнечному. Нет. Это поливается или льняным маслом, или горчичным маслом. Да, то есть это опять это все вкусно. Эта столовая ложка этого масла хватает на весность, вот объем этого салата. И опять наедаешься, ты уже ешь, ты этот салат съедаешь за полчаса, за 40 минут. Ты не можешь его сразу съесть. То есть скажи здоровому человеку съесть салат. Он закатит его съесть. Да, закидывается и забывает. А здесь ты жуешь, ты прожевываешь, ты ощущаешь пищу. То есть у меня такого не было раньше. В 12 часов у нас был или суп горячий из трех капуст. Три вида капусты было. Это обычная, цветная и брокколи. На воде, без соли. Но это, опять это горячее, это вкусное. Опять посыпаешь, опять же этими специями. Я говорю, ты вот это все вот. Ты наслаждаешься едой. Ты ешь и наслаждаешься. Да, в три часа у нас было что-нибудь квашеное. Да, была квашеная капуста. Капуста именно без уксуса, именно квашеная. То есть капуста с солью, она чуть-чуть солит. Я не знаю, она квасеная, она выделяет свой сок. То есть ты ее ешь... Лук, масло. С луком, да. Добавляется, опять же, мелкорезанный лук. Опять же, брызгивая с этим маслом, льняным или горчичным маслом. Конопляное масло еще было? Было. Было настолько вот... Это разнообразная пища, что это настолько вкусно, что вот... Ну, а вечером мы старались и мацони и зелень, да. Ну, опять, это было очень много. Это было пол-литра мацони и зелень. То есть, ну, мацони я обязательно посыпала специями. Потому что это было вкусно. То есть я уже смотрела, как специи и туда, и сюда. То есть я уже варировала. Я по жизни не люблю специи. Я не люблю острые. Я не люблю как-то... А здесь, получается, эти специи, они вместо соль, вместо сахара, вместо всего идут. То есть вот... Не знаю, как это объяснить. То они вкусные. А вот, теперь что тебе мы ещё делали? А, ну, ты ещё у нас пила горячую минеральную воду, да, утром и в обед. И вечером. Потом у тебя были капсулы, потом у тебя было ещё противогрибковое, потом масло чёрного тмина. Ну, это так, всё в комплексе. В общем, гуляла ты у нас, да? Старалась, старалась. Да, потому что ходить нужно обязательно. На голоде это очень важно. По твоим ногам. Вот ты когда пришла, ты могла поверить, что это у тебя всё затянется почти на три месяца, и что твои ноги за три месяца заживут? Я вообще не верила в это, что это вообще может быть. А потом как-то, ну, вот знаете, как всё в русло вошло. Надо делать? Надо. Надо ходить? Надо. Надо петликаться? Значит, надо. Надо делать уколу? Значит, надо. Всё во благо. Ноги заживают? Это значит, так надо. Ну, да, но через боль, сколько боли было, конечно. Боли было очень много, да, боли. Я думаю, вообще не выдержу. Я вот вчера взяла гимнастику, и я просто в шоке. Я от себя в шоке, что такого вообще быть не может. Ну, вот теперь мы с тобой, смотри, ты у нас зашла весом больше 180, точно твой вес неизвестен. Ты похудела у нас до 150 килограмм. Сейчас вот ты вошла в гол второй цикл, и сегодня мы тебя взвесили, ты уже 144,5 килограмма. То есть на выходе из голода ты не набрала вес? Нет. У тебя вес стоял, да. То есть он не набирался. У меня уходят объёмы. Мне вот это очень радует, что именно вот эти объёмы из меня уходят. Мне очень радует щётка, которой я бью себя по спине. Бамбуковый веник, да. Бамбуковый веник, очень радует. Ну, теперь смотри, вот теперь мы с тобой заходим на второй цикл, потому что мы себе поставили цель 120-100 килограмм, чтобы ты упала, да, у тебя вес до 120, ну, очень хорошо бы, конечно, быть до 100. Хорошо. Потому что при твоём весе это реально, ты хорошо переносишь голод. Сейчас вот и разошла второй цикл. Сколько он будет длиться, мы не знаем. И мы посмотрим по общему состоянию, как она будет переносить голод. Если она будет переносить легко и сможет продержаться 40 дней, то это, конечно, идеально. Потому что обычно вот с большим весом самое главное – голодать легко. Главное потом правильно выйти. И выходить надо будет уже на соках. И можно будет даже её подержать дней 10 или 20 на соках, чтобы закрепить. Потому что мы для чего это делали? Для того, чтобы у нас была противогрибковая программа, чтобы вывести из организма вот эти грибы. Потому что вот эти трофические язвы, когда организм всё выбрасывал, это, конечно, ужасно. Потому что чем это опасно? То, что поражаются кости и то, что можно потерять ногу. Вот это самое ужасное. Поэтому надо обязательно, если вы зашли на голод, мало зайти на голод. Проголодать очень легко. Самое главное – продержаться на голоде правильно, потому что Ира у нас держится один день сухой, один день вода. Почему на сухом надо голодать? Потому что когда на сухом, нельзя никакого контакта с водой. Нужно обязательно делать клизму, чтобы выводить шлаки. И когда ты делаешь сухое и вода, нету провисания кожи. Потому что вот у нас и Ира, Ира проголодала 42 дня, и у неё нет провисания. Нет вообще, кожа нигде не провисла. Объёмы уходят, её вот эти булки на ногах сдуются, но нету провисаний. Потому что если вы посмотрите фотографии людей, которые похудели на 50-100 кг, там просто шарпей. А вот чтобы этого не было, желательно, конечно, держать сухое голодание. Тем более, что на сухом ты просто хочешь пить. Но когда ты на воде, ты пить не хочешь. То есть получается вот такой вот наоборот. Надо пить, не пьёшь, не надо пить, хочется пить. Поэтому это можно, это реально, это надо делать. И вот сейчас у нас Ирина заходит на второй цикл, и мы думаем, что у неё всё получится. Да? Я тоже очень надеюсь на это. Да, поэтому сейчас вот Ира заходит на голод, будет 7 дней, и она пойдёт домой, и мы будем уже из дома смотреть её репортажи, как она у нас будет гулять. Она обещала гулять, потому что надо ходить. И если не ходить, то всё опять встанет. Не то, что там быстро вернётся назад, а станет. А нам не нужно, чтобы всё восставало, и тем более возвращалось назад. Потому что уже скинуть такое количество веса, это уже большой прогресс. Все об этом мечтают. Я просто видела кучу-кучу людей, и вот мне очень много люди пишут, помогите, подскажите. Очень трудно помочь человеку, когда он в другом месте. И очень важно окружение, потому что Иру поддержала вся её семья, поддержали друзья, соседи. То есть все рады, что она вошла. Никто, конечно, не ожидал, и Ира сама не ожидала, и мы не ожидали, что Ира так легко войдёт в голод, что она так будет на голоде хорошо держаться, что у неё будет такой прогресс. Но самое главное – окружение. Потому что очень часто бывают рядом родственники, дети, друзья, которые говорят, хватит, хватит, зачем тебе это? И человек, его не поддерживают морально, ну, не про материально никто не говорит, даже хотя бы морально, духовно. И человеку тяжело, и он выходит и срывается. А самое главное – надо поддерживать не только на голоде, а особенно на выходе. То есть нельзя провоцировать никакой едой. Если человек сидит на диете, надо его поддерживать, этой диетой, всё вовремя покупать, ту же зелень, правильно мыть, подсказывать, давать. И может быть, даже самому что-то из этого есть и понять вкус. Потому что человек, который вышел с голода и ест, у него совершенно другой вкус, и он чувствует все-все-все тонкости еды, которые в обычной жизни мы не чувствуем. Потому что мы закидали, съели, и кажется, ай, хлеб добавили, это, это, а тут никакого хлеба. То есть салат – значит салат. И ты его очень тщательно жуёшь, и ты чувствуешь прям вот, даже не объяснить, какие-то такие тонкие-тонкие нотки этого, этого, и оно и сладкое, и солёное. И вообще, получается, вся еда, которую мы едим, она очень сладкая. Я никогда в жизни не ела снедирей. И ты думала, что я его не пробовала, для меня это был как вот, ну вообще кошмар какой-то. Трава для козы, да? Да, да, так вот. Я не козёл, я её не ем, а здесь получается, он вкусный, он жуётся. Сочный. Он сочный снедирей, да. И ты его жуёшь, и ты ощущаешь, что это вкусно. А если ещё сделать салат с кисленьким яблоком и заправить немножечко лимончиком, получается, что вот такие вот. У меня дети начали просить, говорит, мама, покажи-ка, что ты ешь. Ту же самую льняную кашу из-за молотого льда. У меня ребёнок пришёл, она с удовольствием её съела. То есть я вообще не ожидала, что обычно всё-таки не накормишь. Да. А тут за обе щёки. Ну льняная каша она очень полезна, потому что и она даже более полезна именно в виде каши, но её надо правильно прожевать. Ты так её не прожвёшь. Поэтому молотая вот натуральная льняная каша, она лучше даже, чем просто принять само льняное масло. Потому что когда мы отжимаем льняное масло, там очень много омега, оно восполняет нам дефицит. Но когда мы едим ядра вот эти вот измельчённые льна, это очень хорошая антипаразитарная программа. То есть организм чистится и от лямбли, и от всякой дряни. И потом это хорошая клетчатка для кишечника. То есть такие вещи надо есть. Но у кого дома в нормальном состоянии нормальные родители дадут ребёнку с утра и сами с ним поедят льняную кашу. Я очень сомневаюсь, что таких много. Если кто-то есть, напишите нам в комментариях. Да, мы вот с утра такие крутые, мы едим льняную кашу. Хотя это очень вкусно. Да. И можно туда добавлять орешки, можно добавлять туда семечки, можно добавлять туда специи. То есть всё можно делать. Но человек до такой степени вот уже привык вот к этому то яйцо. Но потом ты ела перепелиное яйцо и сырое, и всмятку, сало вне солёное со специями. Потом мы добавили тебе на противогрибковой еде и рыбу. И курицу, да, цыплёнка. Один раз курицу, да. И бульон давали. То есть это сбалансированная хорошая еда. Да. То есть у нас было, получается, пятница был чистый день без ничего, никаких белков. А так у тебя и икра была, и сливочное масло было, и перепелиное яйцо было, и рыба. Сливочное масло. Да. И мы ещё делали блинчики. Блинчики. Один раз в неделю по пятницам. На кокосовом молоке, безглютеновые, на кокосовом масле. То есть это, я в первый раз вообще и попробовала кокосовое масло, муковую. На молоке какие-то продукты. На кокосовом молоко, да. То есть вообще, это было очень вкусно. Ну, то есть можно есть, можно правильно питаться. Всё-таки, когда вот эти блины съедаешь, уже следующие порции ты хочешь пропустить следующие еды. То есть они уже тяжелые. Сытные, да. Сытные, да. Это сытная провокация. А ещё мы сделали, я им специально сделала провокацию, их накормила большой порцией обычного, домашнего и приготовленного правильно винегрета. Винегрет. И они, конечно, стонали потом. И потом пропустили следующий прием пищи, потому что никто не мог есть. Да. Вот и винегрет. Потому что там всё очень сладкое. Свекла сладкая, картошка сладкая, морковка сладкая. Всё сладкое. Всё сладкое, да. То есть есть... Настолько это всё тяжелое, что это вообще... Нет. Такого не хочу. Вот. Больше не хочу. Да. Квашеную капусту легче есть. Вот квашеную капусту легче есть. Это она и вкуснее, и усваивается легче. И ты её ешь, ты видишь, что ты ешь. Ну, как говори. А здесь получается, что всё красное, всё перемешанное. И сладкое самое главное. И вкусное, да. Да. Так что оставайтесь с нами, следите за нашей Ириной. Она будет с нами делиться своим опытом, как она теперь продолжает голодание, как у неё идёт прогресс по общему состоянию. У кого-то, если есть вопросы, пишите нам. Мы вам подскажем, как можно правильно войти. Можете прийти к нам. Мы вас можем ввести в голод. Голодать потом можно дома, потому что всё-таки это место, время, деньги. Но зайти на голод и выйти из голода мы помогаем. Поэтому будьте здоровы. До свидания. До свидания. Пока. Раз. Два. Громче считаем вслух. Молодец. Раз. Четыре. Три, сучки. Хорошо. Раз. А теперь попробуй её вот как ножницы этой прямой ногой поднимаешь. Вот. Давай, вбок отводи. Раз. Умница. Молодец. Два. Три. Ааа. Молодец, молодец. Вот. Видишь? Всё-таки твоё гимнастическое прошлое. Тело вспомнит. Опускаем. Четыре. Вот. Ещё. Раз. Опускаем потихонечку. Два. Попробуй две ноги вместе поднять. Чуть-чуть нижнюю. Вот. Вот. Обе поднимай теперь. Боковые мышцы. Вот. Молодец. Пять баллов. Ещё. Молодец. 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 Чёт. Чёт.